Мясо с сальсой убирайте, колбасы, куры. Набивать колбасу Мария Кривунова умеет с малых лет. И это неудивительно, ведь ее родители занимаются изготовлением мясной продукции уже более четверти века. С того момента, как отец семейства вернулся из армии. Еще она отлично вяжет окорока и даст любому опытному продавцу фору. При соревновании на время по упаковке и почету стоимости товара. В свои 10 лет она, как любой уважающий себя производитель, уже имеет кладезь рецептов и лайфхаков. И охотно ими делится. Чтобы правильно набить колбасу, нужно ее набивать не спеша. Совет пытайтесь сделать без всяких разных пузырьков и так далее. Иначе, когда вы будете ее коптить, она может взорваться и все внутренности вывалятся. Пчеловодством Андрей Братков также занимается с самого детства. Ему это занятие передалось по наследству. Процесс хоть и интересный, но сложный и трудоемкий. В первую очередь, это дело напрямую зависит от самого изменчивого, что есть в нашем мире – погоды. Затяжные дожди и пчелы могут вовсе не принести меда. Также на урожайность влияет химобработка полей. В результате чего массово гибнут пчелы. Главное звено процесса. На самом деле процесс очень сложный пчеловодства, потому что очень много нюансов. От пчеловода многое не зависит. Зависит очень многое и от природы. Ну и, соответственно, природа природой, но и за пчелами надо следить, уметь за ними следить, ухаживать уметь. А так, конечно, очень сложно, что все лето ты находишься вдалеке от дома, можно сказать, без условий, в полях, при огромной температуре, жарко. Ну и много нюансов, но оно того стоит. Ну а для дополнительного комфорта покупателей инициатором ярмарки администрации Черкесска был организован общественный транспорт – автобусы и троллейбусы. В дальнейшем при проведении подобных ярмарок такие маршруты будут совершенствоваться. Повещением администрации – те люди, которые сюда именно специально идут на ярмарку, у них проезд бесплатный. И когда отсюда садятся и уезжают, у нас вот здесь контролюр Суворова, Лариса Петровна, она выдает на руки билет. И при выходе они билет показывают водителям и спокойно уходят. Покупатели отметили, что особенно их порадовали цены, что были ниже рыночных. На рынке стоит, например, колбаса эта свиная стоит 600 рублей, а мы взяли 300 рублей, палочку взяли. Очень вкусная. И говядина с говядиной, свинина с говядиной, и свинина так, и рулеты. Очень вкусная. Дешевле я мясо брала. В заморозке оно 380, здесь 318. Уже существенно снижена цена. Посетив ярмарку, быстро понимаешь, что за каждым продуктом стоит прежде всего большой человеческий труд. Каждый товар – это результат кропотливой работы и больших усилий, которых не было бы без любви к собственному делу. Анна Гончаренко, Саид Исмаилов, Архиз 24.